Добрый день! Сегодня 20 октября 2024 года, ровно месяц назад, мы вылетели из Европы, возвращались домой. То есть пришла пора говорить про основной пункт нашего назначения. Первоначально наш план строился так. Я хочу в Карловой Варе. Я в том возрасте, когда пора начинать подлечиваться. У меня был опыт многократных поездок на Кавказские минеральные воды. Мы чаще всего останавливались в Кисловодске. И вот буквально вчера или позавчера на Минаев Лайф он как раз рассказывал о возникновении этого города. И оказывается, что возник-то он исключительно потому, что Петр I съездил в Карлсбад. Это немецкое название Карловых Вар. Оно переходило многократно то под влияние Германии, то становилось снова чешским. Я с удовольствием послушала эту зарисовку. И я на нее поставлю линк в описании сегодняшнего моего разговора. Я в Кисловодске была молодая и здоровая. И мне просто нравилась атмосфера. Красивый город, приятные галереи, куда мы ходили на водопой. Много-много экскурсий, приятное вино. То есть, ну, красота. Просто душой отдыхали. Оздоравливаться вряд ли мы оздоравливали в то время. Хотя водичку все равно попивали, массажики принимали. А сейчас уже вот тот возраст, когда надо бы не просто насладиться атмосферой, но и оздоровиться. Я планировала поехать минимум на две недели. Но так как Лэри отказался, я помню о том, что он меня в свою жизнь взял вовсе не для того, чтобы постоянно меня ждать из моих очередных поездок за наслаждениями. Я сократила это до десяти дней. Думаю, для того, чтобы проверить, мне достаточно, если какой-то эффект есть, то он тоже может проявиться. И там все расспрошу. В Мюнхен-то мы попали исключительно потому, что от нас туда был прямой рейс. А в Будапешт мы попали исключительно потому, что я получила такой подарок от туристической компании Травориум. Они всем дают на 15-й день. Вы можете в одном из городов из 39 стран выбрать тот отель, в котором вы хотите остановиться. И ночи вам будут подарены бесплатно. Вы заплатите просто таксом. То есть у нас вот так сложился маршрут, который вылился в три недели. Но вот эти шикарные 10 дней, которые мы провели в Карловых Варах, это была самая яркая страница наших путешествий. Мы выбрали отель «Президент». Очень скромный, кстати, отель. Вот несколько фотографий у меня есть. Одно потом еще будет попадать. И я по ходу буду вам говорить, что вот это наш отель «Президент». Это в нашем отеле «Президент». Я его выбрала не сама. Я его выбрала по рекомендации, как у нас часто и бывает. Почему люди предпочитают многие бизнесы переводить на сетевой маркетинг? Потому что вот так мы живем. Посмотрели хороший фильм – пошли. Нашли хороший ресторан – посоветовали – пошли. Посоветовали хороший отель – поехали туда. Дианочка, наша замечательная Дианочка, ездила туда до пандемии. Она на тот момент училась. Очень большие нагрузки и ментальные, и психологические. И она вырвалась туда, по-моему, на две недельки. И она мне сказала, «Галь, я полгода летала вообще возрастом. Не замечала усталости, не замечала. Работает шикарно». Причем она же молодая женщина. Ей там и 50 еще нет. И я прислушалась. Но вот во время пандемии мы не поехали. А потом все откладывали, откладывали из-за войны. Девочка сейчас очередная мне написала, что в политику не лезьте. Это не ваше. Вы тут про отношения говорите. Извините. Если эта война, которую развязал агрессор, страна, в которой я родилась, даже на мои планы влияет, то почему я про это должна умалчивать? Не было бы войны, мы бы два года туда назад съездили. Мы только сейчас вот потащились на свой страх и риск, что называется. Потому что они стали поменьше размахивать еще и ядерной дубинкой. Ну вот, она мне посоветовала этот отель. Я еще разочек поговорила с ней перед окончательным своим выбором. И она сказала, Галя, обязательно берите полный пансион. У нас на сайте была скидка на этот отель тоже. У нас там небольшие скидки, буквально 20, 22, 18, 9 процентов. Но они появились уже на Травориум. Можно через Травориум тоже брать. Но она мне сказала, Галь, звони напрямую им. С ними можно договориться. Позвонить нельзя. Они предпочитают не по телефону разговаривать, а через e-mail. И, видимо, человек, который со мной общался, она работала только до обеда. Потому что я получала одно сообщение. Утром его читала, отправляла. Там у них было 3 часа дня. Она мне отвечала только на следующий день. Она мне дала скидку. По-моему, 25 процентов. Или 20, я уже не помню. Мы выбрали самый дорогой пакет. И она хотела, чтобы мы заплатили живые деньги. Куда-то перевезти на какой-то счет. Я ей отказала. Сказала, извините, мой банк не любит такие проплаты. Он предпочитает, чтобы я платила кредитной картой. Им проще возвращать такие деньги. Если кто-то эти денежки украл. И мы с вами не встречались. Я вас не видела. Непонятно на какой счет. Переводить не буду. И я тогда вспомнила, что вы мне посоветовали девочку, Сандра Прага. Я быстренько ее набрала. Она сразу трубочку поднимает. Несмотря на то, что в это время экскурсию водила. Ее подопечные все зашли куда-то в магазин. И она сразу же мне перезвонила. Ответила на все ваши вопросы. Я ей уже задавала основной вопрос. Могу ли я с вами рассчитаться кредитной картой? Да, можете. Поэтому я и предпочла. С ней она тоже нам дала какую-то скидку. Потом, правда, оказалось, что она нам внесла не люксовый номер, а обычный номер. А у нас-то в заявке был люксовый номер. Мы не сразу это поняли. Мы прожили, наверное, пять дней. И потом смекители. А чего ж у нас нет кондиционера-то? В номере нам жарковато. Пошли узнавать. Оказывается, не во всех комнатах есть кондиционер. И, пожалуйста, на это обращайте внимание. Но мы уже не стали с ней связываться. И свои фиги говорить. Уже привыкли и к номеру, и уже и погода поменялась. Она не стала такой жаркой. Сказали, останемся здесь. Ладно, пусть будет как будет. Почему-то нам нужно было. Так, комнату я свою показала. А про отель хочу сказать несколько слов сегодня. Отель очень небольшой. Всего восемь этажей. На семи этажах живут гости. А на восьмом этаже проходят все процедуры. На втором этаже шикарная столовая. Кормили нас очень хорошо. И причина, почему я вела переговоры. Что Дианочка сказала, кормят очень хорошо. Берите полный пассион. Чтобы знать, что вовремя. Вы сходили водичку попили. Вовремя приходите. Не надо ждать, когда вам приготовят. Все всегда есть. Кормили на самом деле очень хорошо. У меня, к сожалению, очень немного фотографий по этому ресторанчику. Этому ресторанчику, в котором нас кормили. Но кормили шикарно. Кормили шикарно. У них такие сыры. Чудо. Хлеб я обычно не ела. Там я ела хлеб каждый день. Это какая-то мечта просто. Были замечательные десерты. Хороший салат. Бар. Много-много на выбор продуктов. И я ни разу не прошла. Не показала. Вот пару раз сфотографировала только стол. Причем пустое. Не то, что мы на него поставили, а то, как они сервируют, как красиво подают. Я сделала эти фотографии. Можно найти онлайн. Я не стала их искать. Я решила, что если кто-то заинтересуется, он найдет их сам. Но я хочу сказать о том, что не надо брать полный пенсион. Потому что жизнь вносит свои коррективы. И вы то там покушали, то там перекусили, то уехали на экскурсию. И поэтому двух раз более чем достаточно. Потому что хочется попробовать национальную кухню. Где-то остановились, где-то просто к пивку еще что-то захотелось. Мы потом общались со многими людьми. Почти все берут полупансион. Полупансиона достаточно. Я вот здесь захватила фойе нашего отеля. И вы видите, что там есть знаменитости. И у них на одной стене фотографии вот этих знаменитостей, которые сюда приезжали. Я их сняла. Я их пока найти не могу. В то время, когда я на них наткнусь, я вам и покажу. И вот этот человек тут был. И вот этот человек был. И вот этот человек тоже был. И мы тоже там побыли. Отель чистенький, аккуратненький. Очень хорошее обслуживание. Вот светлая женщина повыше, это хозяйка и главный врач. С нами работала леди, которая темненькая. Она так же, как и все чехи, которые там работают, говорит на очень хорошем русском. С очень небольшим акцентом. Причем это даже не акцент, а это мелодика. Но так же, как и все другие, им свойственно говорить ручечки, ножички, сердечко мы вам подлечим. И прочее, прочее. Причем у Зули, видимо, очень хороший музыкальный слух. И она передавала их речь просто в совершенстве. В следующий раз, когда мы с ней пересечемся, я попрошу ее проговорить так, как она умеет говорить по-чешски на русском языке. И вам запишу и потом куда-нибудь вставлю. Доктор нам сразу выдала вот такую карту, где написаны все источники. Нас все устроило. Она нам все рассказала. Выписала нам вот такую карту. По-моему, первого дня у меня нет, потому что мне ее потом переделывали. Но вот две страницы я взяла. То есть за эти 10 дней мы получили 37 процедур. Среди этих процедур у меня была еще водная рубика. Я попробовала в бассейне. Вот для меня она холодная. Я не получила удовольствия, и я туда не ходила. С доктором посоветовалась. Она сказала, можете ходить, можете не ходить. Но заменить я вам их на другие процедуры не могу, потому что это подарок от отеля за то, что вы к нам приехали. Мы обговаривали 30 процедур с нашим люксовым номером. Может быть, эти три были бы сверху. Но мы уже не стали потом разбираться, потому что ну все хорошо, уже ладно, живем так, как живем. Попозже я пороптала на нашего доктора, что она нам кое-чего сразу не сказала. Во-первых, рядом с нами, мы жили так удобно, вот расположение отеля шикарное. Рядом с нами было здание, в которое заключен вот этот знаменитый гейзер. Мы в него зашли. Здание никак не вписывается в архитектуру города. Он просто вот ужас какой-то. Я зашла, сказала, нет, зря они так сделали, все плохо, все не так. Надо было все равно как-то подстраиваться по ту прелесть, среди которой мы жили. Уже потом, когда мы пошли на экскурсию по источникам, вот которые нам сказали, вот это ваш источник. Вот этот утром, вот этот в обед, вот этот вечером вы водичку пьете за полчасика до еды и как раз проходите и возвращаетесь. То есть она нам не сказала, ходите каждое утро к этому гейзеру и дышите вот этими парами. Поэтому я вам здесь уже говорю, чтобы вы в первый день знали, что обязательно туда нужно зайти и полчасика постоять, подышать. Хотя бы минут 15-20. А не так, как мы зашли, сказали, здание не такое, не будем сюда больше заходить. Конечно, вот этот воздух, он такой замечательный в Карловых Варах, потому что он не держится только внутри этого здания. Он распространяется по всему городу и все говорят, тут какой-то сказочный воздух. Он вот отсюда, от этого знаменитого гейзера. Но самый большой эффект оздоровления бывает на рассвете. Поэтому тогда, когда они изучали, открывали, они посылали людей на рассвете дышать вот этим воздухом. Мы, наверное, уже на пятый или на шестой день узнали про это от экскурсовода и стали ходить и дышать. То есть вы не упускаете ни одного дня. Оздоровительный эффект очень большой. Нам было вообще удобно. Сорвался, утром сходил, подышал, водички попить. Кстати, по водичке попить тоже. Она просто говорит мелкими глоточками. За полчаса до еды сам Бехеров, который изучал, как этим пользоваться, он дал четкую рекомендацию. Один глоток – 10 шагов. Один глоток – 10 шагов. И вот вам выписали 200 грамм или 300 грамм выпивать. Вот нужно шагать и выпивать. А мы просто по глоточку, по глоточку, по глоточку выпивали. То есть она тоже этого не сказала. Это небольшое время. Нужно обязательно докторам про это говорить. Но раз вот наш доктор про это забыл, я вам про это рассказываю. Кроме того, когда мы приехали, заселились в номер, для меня же очень важно, чтобы был интернет. И оказалось, что у нас очень слабый интернет. Я сфотографировала, Золя пошла вниз жаловаться. Она приходит и говорит, слушай, а внизу там прям хороший-хороший интернет. Это у нас почему-то плохой. Но я ей уже дала фотографию, что смотрите, вот я от моего телефона, даже от моего малюсеньки-малюсеньки, от Эли Президент вообще никакой. Они послали к нам техника. Он какую-то деталь специально для нас закупил. И у нас был не просто хороший интернет, а я даже оттуда провела трим. Помните, я сидела в своем номере и отвечала на все ваши вопросы. То есть я нашла эти полчаса или 40 минут, сколько мы там поговорили, для того, чтобы с вами пообщаться. В отеле очень хорошие парные, несколько их, не то 5, не то 6. Я не буду сейчас искать точную цифру. Там очень хороший бассейн с такой шикарной подсветкой, в которой я не пошла заниматься. А Зуля-то и в парные ходила, и в бассейн ходила. Я в парные там не ходила. У меня щитовидка все равно есть, никуда она не делась. Проблемы щитовидки, которые там узлы не растут, ничего не происходит. Ну, я помню, что мне доктор говорил, что как бы ты не любила попариться, ты, пожалуйста, этого избегай. Но зато все остальные процедуры я брала с удовольствием, шикарные процедуры. Я потом попозже еще про какие-то процедуры буду рассказывать, потому что мы еще на экскурсии ездили и смотрели, где что и как происходит. Я выходила на открытая веранда. Там креслица, там и в тенечке можно посидеть. Очень удобно, хорошая погода. Когда вот ждешь своего спутника, когда он купается либо на процедурах, вот туда можно залезть. Процедуры, как правило, к обеду уже заканчиваются. Вот по тому расписанию, которое я вам дала, иногда даже в 11 часов мы уже освобождались. У нас 2-3-4 процедуры в день было. Но я когда разговаривала помимо Дианочки, я еще разговаривала с девочкой, которая очень часто с сестрой туда тоже ездит. Я ей кое-какие вопросики задала, но я не задала главного вопроса. В какой день приезжать? Оказывается, он главный. Мы приехали в субботу. В субботу доктор к нам пришла, потому что она знает, что вот эти вот эти приезжают. Им надо сегодня оказать внимание и назначение сделать. Но в субботу и в воскресенье мы принимали всего по одной процедуре. Массаж нам сделали, по-моему. Нет, даже не массаж. Это в последнюю субботу нам делали массаж, а в первые нам сделали просто кислородное дыхание. То есть мы целый час дыхали кислород и нам сделали парафиновую маску на руки. То есть два дня практически мы не оздоравливались. То есть водичку только пили, а дышать не дышали еще. Поэтому приезжайте либо в воскресенье вечером, чтобы с понедельника уже полностью все процедуры принимать, либо в понедельник. Смотрите, они рекомендуют, если действительно серьезные болячки, вот как у моего супруга, у него кишечник болит. И мы с доктором поговорили. Зулин, я по-русски объяснила, что я понимаю. Зулин с хорошим английским, ей диагноз произнесла, который у Лэри есть. И она сказала, ой, таких много, приезжайте на три недельки. То есть первый раз надо на три недели, а потом поддерживающие будут. Может быть, две недели, может, десяти дней. Одной недели будет достаточно. Но вот первоначально ударить хорошенько по всей этой системе на три недели. Поэтому мы еще не выбирали. То есть из-за того, что я в апреле езжу уже на День памяти, наверное, мы поедем в мае. Ну, а если поедем все-таки в апреле, то я тогда в Оклахому, наверное, поеду в августе. Жарковато мне в августе быть в Оклахоме. Но съезжу тогда. А что делать-то? Вот очень хочется и съездить в Карловы Вары так, чтобы не жарко было, но и не холодно. В марте еще холодновато все-таки. А в апреле уже хорошо. Все расцветает. Там будет такая прелесть. Вот потому что мы первые дни приехали. Жарко. Но мы, конечно, в люксовом номере будем однозначно останавливаться. Теперь я уже это прослежу, чтобы кондиционер был. То есть я вам много раз говорила, что я радовалась, что Ларри не поехала. Из-за того, какая у нас дорога была. Потому что мы решили на поездах и автобусах поездить по Европе. Те, кто наслушался меня, говорят, ой, лучше не поеду. Не-не-не. По Европе можно везде летать. У них цены на самолеты там очень хорошие. То есть с места на место перелетел. Мы в следующий раз так будем и делать. Но в следующий раз мы полетим вправо. Это будет с пересадкой. Там два часа. По-другому не получается. Но будем летать. Там есть из Праги самолетик. Но уже два часа мы доедем. Это уже никакая не проблема. Автобус ходит. Очень хорошо. Я про это вам тоже рассказала. Не, не надо себе отказывать в путешествиях из-за того, что могут случиться какие-то трудности. Самое главное, что мы там побывали. И вот Зуля меня когда исправляла, что, Галь, мы стояли не в Хэбе. До Хэба нам надо было ехать еще 35 минут. А из Хэба мы уже ехали в Карловой Вары. И она подпишет, главное, что мы с тобой там побывали. Вот это на самом деле самое главное. Пока сам не приедешь руками, не почувствуешь, не подышишь вот этот воздух и вот эту красоту, не впитаешь. Хоть сколько картинок просмотрите. Много есть каналов, где рассказывают про путешествия. Но это чужие путешествия. Надо самому все попробовать на себе. И я вам всем желаю возможностей путешествовать. Про Карловой Вары я еще несколько выпусков сделаю. Он меня очаровал. А сегодня просто немножечко про отель и то, на что нужно обратить внимание. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.